здравствуйте дорогие друзья поскольку мы с максом эту передачу придумали в рамках для становления гражданского общества который у нас сегодня развивается нашей республики и учитывая что самым главным признакам для меня самым главным признакам становления гражданского общества является знание и защита своих прав гражданами то есть население нашей республики мы решили провести сегодня разговор с еще одним действительно удивительно человек человеком заслуживающим уважения это которая свое время 2017 году сумела защитить свои права и я думаю что достойным образом сумела защитить свои права которая 2000 нас будут встречалась до путина и после ее заявление после жала после звонков действующий на тот период глава республики орлов алексей маратыч вышел от владимир владимирович зеленой папкой здравствуйте меня зовут якупова лариса васильевна я родилась и выросла в республике калмыкия городовиковский район село виноградное я мать троих детей многодетные по закону призвано малообеспеченной и семьи попавшей в тяжелую жизненную ситуацию моя история для кого-то может будет удивлением ситуация была такая 2008 году государственная дума принимает закон о правах собственника по которым у нас родственники мужа в прямом смысле выкидывать на улицу из 2008 года на протяжении 10 лет я была бомжом своей стране я и моя семья мы были в прямом смысле мы не ходили конечно по улицам мы снимали квартиру но на все остальные льготы которые положены от государства я не лечилась не получала никаких выплат я была натуральным бомжом я вроде бы была и меня вроде бы как не было бомжом ввиду того что еще я так я смотрел интервью ваши читал интервью ваши что ввиду того что вы вам нигде было прописаться ли из-за этого не могли стать на учет да те социальные службы социальные там много службы чтобы заполучать какие-то льготы вот вы вы это имеете да потому что я вроде бы как было а и как бы меня и не было потому что государстве хоть они говорят что человек без прописки там что-то может быть я вам официально заявляю что ничего не может он не может не лечиться потому что поле полисов нету он не может не учиться потому что вопрос стал даже о том что моему ребенку нужно было мы поступали в суд а для того чтобы не то что в сот мы даже как многодетное мы не могли работать дочь не могла работать летом потому что чтобы пойти на работу нужно было подписать кучу документов а так как у нас не было прописки на курильную извините мы ничем помочь не можем кстати в 2008 году государственная дума принимает этот закон президент подписывает и ну как положено мы пошли к юристам пошли соцзащиту вы не поверите все развели руками и сказали закон есть закон что делать и все ну вначале мы конечно пытались решить проблему сами или выучили что у вас что родственниками супругами да ну квартирный вопрос он всегда всегда везде да и всегда портил квартирный вопрос людей мы не оказались исключением поэтому при пройдя через предательство родных ну извините меня предательство страны потому что кто бы нас мог выкинуть если бы не приняли этот закон поэтому но тяжело было конечно вначале мы как-то справлялись а потом эти кризисы все остальное страна ж такая ну и когда упали на самое дно когда терять было нечего я решила я все равно же ничего не теряю я буду добиваться своих прав в конце концов я и мои дети граждане российской федерации и мы помогаем всем мы ведем войну в сирии мы помогаем донбассу мы прощаем миллиарды многим странам а мы граждане российской федерации моя семья по вине государства осталось на улице без ничего без всяких прав и я стала искать правду то есть именно это обстоятельство именно это заятельство потому что подтолкнулась на то чтобы защищать свои права да мне сказала одна умная женщина спасение утопающих дело рук самих утопающих и деваться некуда было потому что то есть вы то есть вы скажу вы до дна дошли до до самой но и здесь мы поняли то что вам никто никогда ничего 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 не поможет никто ничего не должен и и вы решили двигаться и решила да вот вытягивать чего она начали почему все у начали последовательно но тут все просто я являюсь я и моя семья все граждане россии мы граждане россии от рождения у нас есть такая конституция российской федерации маленькая такая брошюрка в которой очень много и и по делу написано мы являемся наши объяснены все наши права все наши обязанности на что мы имеем право на что не имеем и в конце концов что нам положено до что нам положено от государства и в конце концов меня взяла такая вот ну злость деваться было некуда и я начала вникать я стала читать эту конституцию я поняла что там неправильно уроки попал обычная конституция какую-то люди будут друзей интернет а в интернете интернет не то что интернет у дочери было в школе там вот эта программка была она же такая тоненькая конституция в принципе как я жила как все я в принципе не трогал меня государство не трогала и я государство не трогала причем мой год 70 мы как раз попали наша молодость пришлось как раз вот на это 90 и вроде бы мы как будто бы и были и вроде бы нас как будто бы и не было нашему государству было наплевать на нас как мы жили как мы выживали мы не соприкасались государство было отдельно мы были отдельно она не интересовалась нами мы интересовались ими мы просто выживали и когда я упала на самое то когда терять было нечего я вспомнила что в конце концов у нас живет кучка барчуков от власти олигархов которые живут за мой счет которых граждане россии как и я мы их просто содержим оплачиваем мы их содержим на свои деньги они нам должны служить просто вот надо просто поменять в психологии вот вот именно вот они не мы рабы для них они служат нам и власть это крест если ты взялся залез если тебя избрали и поставили главой страны и главой региона главой чего-то угодно ты должен просто-напросто служить и должен всегда помнить что тебя выдвинул народ он тебя избрал и он тоже также имеет право тебя убрать оттуда потому что он слуга народу потому что он слуга народа у нас же наоборот и вот это вот вот это вот понятие человеческое просто они думают что вот они небожители вот они залезли туда на олимп они такие везунчики или небожители и они живут над нами и типа и плевать и плевать на нас вот они как залезли и они только защищают интересы свои ну мои интересы защищать никто не стал и я не деваться было некуда я решила бороться во что бы то ни стало хотя бы доказать своим детям что в этой стране не просто так что если страна отняла значит она должна и вернуть какая-то вот ну хотя бы справедливость какая-то должна быть хотя бы получилось то что положено да я устала и я начала писать я прям писала по первую одно письмо написала мне пристали присылать отписки причем читать почту почту которую отправляют они как она называется деловая они так ведь его то ссылаясь на законы изворачиваясь посылают тебя вот просто посылают чтобы ты от них отстала или до грамотно красиво все равно не сходится я опять же вот я их прочту потом в голове у меня все равно не сходилось на бываешь вы несмотря на них ответы да вы смотрели то что этот ответ вас не устраивает и выписали и я писала отлично и так продолжалось но уже шестой год идет шестой год как я занимаюсь перепиской и выше я до сих пор пишу причем я постучалась во все двери вот какие только были я написала в госдуму который принимает этот закон написала ой госдума такой ответ прислала как раз прошло новый год они значит на новогодний корпоратив скинулись по 10 тысяч депутаты наши госдума они скинулись по 10 тысяч или там поскольку по 15 не помню пошли гулять я им пишу вы ребята принимаете законы это ваша ответственность скиньтесь вас там 400 сколько там 50 человек помада госдуме сидят скиньтесь по 10000 или по 5000 и решите мой вопрос потому что я осталась на улице до жилищный вопрос потому что я осталась на той же вы интернет без наши я так и писала вы и вы и вы им таки написали чтобы не скинулись по 10 тысяч я так и писала вот я как собой разговаривая так и пишу поэтому я ссылаюсь на конституцию что в конституции написано не имеет права в российской федерации приниматься законы умоляющие ущемляющие права других граждан не имеет права все равно они принимают потому что лоббирует кому-то заплатили кому-то обещали продвижение по службе или еще что нибудь кому-то стало выгодно и он принимает этот закон несмотря на это интерес у них там и игры я говорю хорошо я решила идти до конца короче я постучалась госдуму госдума мне отвечает так пространно мы бюджетная организация мы спонсируемся не спонсируемся а как я уже с федерального бюджета мы оказывать помощь не можем знать законоприимания не могут а физически оказать помощь они не могут в конце концов вы там ребята сидите у вас по 450 зарплата у вас служебные квартиры у вас служебные автомобили вы живете за наш счет за насчет и смеясь над нами вы принимаете законы по которым жить нам в думаете вы там вечно будете вы все равно спуститесь и вы все равно будете жить по этим законам но небожители так не считает вот потом защите я писала в благотворительный фонда я писал усманову я писала газпром в общем все что можно было какое только можно было двери я постучал вы чтобы решить свой жилищный вопрос потому что я понимала что я сама его не решу документов никаких ипотеку мне никто не светит официальном никто не работает и вот так вот как хотите так и живите вам любым способом необходимо будет ну что делать никто больше не решал тем более приходили все отписки вниз и наши калмыки значит система такая ты обращаешься в президенту пишешь ему я писала сперва от ручки рукой да я ему писала вот все вот все что у меня было я писала это касалось и того что я принадлежу к малочисленному народу который зовется калмыками которые всю жизнь были под подгнетом и под репрессией хотя мы пришли сами и мы дар для россии потому что мы их охраняли весь юг и в сорок третьем нас выкинули та же самая депортация в смысле в сорок третьем нас выкинули ну не нужны мы стали не то гонения хотя опять же в конституции записано что мы многонациональная страна что у нас каждый народ мы его уважаем защищаем и все остальное короче в конституции написано одно а на самом деле другое и как нам говорят не знание закона не освобождает ответственности ну и строгость закона не ведет не обязательно к их исполнению получается ну так вот короче я писала стучалась звонила и я и здесь стучалась звонила везде но мне чиновники в открытую высокопоставленные чиновники не буду говорить их имена мне в открытую говорили это стучишься до москвы твою проблему решат не достучишься никто в калмыкинте нигде местные чиновники прям местные чиновники причем они сидят знаешь не просто так и не один год и сидят в таких местах под названием хурал который законотворцы они же законотворцы так продолжалась моя переписка игра в пинг-понг шарик налево шарик направо до система такая значит если ты отправляешь там вот там все равно идет учет идет учет идет они все равно учитывает сколько обращений приходит там сколько чего-то все равно учитывается потому что по переписке судя по тому в начале мне подписывал там какой-то помощник там младший помощник и яросла по этой лестнице короче сейчас мне подписывает уже прям начальник чего-то там этого я так поняла что это все равно идет как то учет все равно идет но короче они забрасывают запрашивают туда ответ в калмыкию калмыкия отписывается сюда в общем игра в пинг-понг причем это было и в прокуратуру и угодно и и просто госслужащим прокуратура запрашивает в мэрии стою или я такая на учете раз списке нету значит и в жиле не нуждаешься у нас такая система да я им объясняю что я физически встать в очередь не могу потому что у меня нет прописки я не в состоянии собрать эти документы потом мэрия мне сперва отвечал раров потом кто там дорого кто вы короче даже круче все отвечали вплоть до на хашкиева ничем вам помочь не можем у нас в очереди четыре с лишним тысячи людей да и очередь не двигается строительство жилья не ведется все ничем помочь не можем но без прописки чтобы я не писала не трезвонила соцзащита оформляет пособие детская оформляет в школу кстати то есть уже определенные результаты пошли конечно здесь на между здесь на местном уровне потому что что-то это делать надо она возмущается пишет эти отправляют вниз какую-то работу проводить надо по хорошим доли там понятно и каждый раз вот это вот когда спускается письмо с президентского она знаете вся почта напряглась потому что я получала в письмо письмах а там прямо написано президентская ну там они разные вот и они когда приходит корреспонденция по членке бедные аж ну прицель приходит президентское письмо кто такая чу такую они прям домой приносили ну понять то можно конечно а там значит из из всех депутатов государственной думы которым я обращалась к нашим бесполезно мукабина вот это сидит уже треть срока бесполезно единственный кто мне ответил это жириновский единственный кто ответил он единственное кто что-то написал вот этот жириновский он как я понимаю что жизнь тяжелая тем более без остаешься без жилья это вообще это он отправлял сюда два раза депутатский запрос и тишина калмыки администрация прям села в осаду ну и пишет она и пусть пишет хотя я путину писала у нас белый дом в нем министерство ведомства и все остальное дармоеды ничего не хотят делать живут за наш счет ну разгоните их что стоят они что-то они не сидят ничего не изменяется я бы оставьте одного человека который будет принимать телефонограмму с москвой и все и вообще никак это на жизни не повлияет потому что никто ничего не решать не хочет они все ждут команды сверху или команды сбоку или чего в общем непонятно короче я вот так вот встречалась стену головой это прям было прямого переносном смысле сколько лет вы стучались до 2017 года это было года 44 года вы писали просто тупые переписки просто тупая переписка просто со всеми мои письма кино как устали пинг-понг вы туда не обратно туда и ну наверное это все-таки склад характера потому что другому будет прислали такое письмо до президентская встреч ты получаешь президентское письмо он будет отдыхать до в нем красиво ласково тебе отказали до ссылаясь на букву закона на все остальное и другой бы плюнул бы сказал ну и а я нет а у меня это прям как как раз задорила что ли как будто вот какая-то очередная плюх от государства я сказала нет я пойду до конца и описала я описала потому что я понимала что я как гражданин запомните вы как граждане российской федерации можете обратиться к любому чиновнику российской федерации к любому они обязаны зарегистрировать вы можете писать письменно вы можете писать в электронке в любое ведомство государственное в любое они обязаны в течение семи дней вас поставить в известность что ваше обращение пришло и что ваше обращение отправлено туда-то туда-то это по закону об обращениях такое есть такой закон. И в течение месяца тебе отправляют ответ. Если в ваших обращениях, как в моих часто, нужны документы для запрашивания, чтобы запросить в Калмыкии или еще где-то, они продлевают еще на месяц. Короче, вы ждете два месяца. Но по закону об обращениях, почему писать обращение безопасно. По закону об обращении любой гражданин охраняется этим же самым законом, и никто не имеет права преследовать тебя по поводу обращения. Никто. Сколько лет я пишу, по этому поводу вообще никаких проблем не было. Дальше. Назревал 2000... Когда были выборы президента? В 2017 году. В 2017 году. Владимиру Владимировичу Путину нужно было переизбираться. В 2018 году он переизбирался? Да. И он предупредил всех губернаторов, что вот, товарищи, будет зеленая папка, будет так и так, все обращения будут собраны и разобраны, и вам вручены. Особая папка. Да. Ну, как всегда. Судя по тому, как все это было по телевизору, пальчиком грозили. И стали вот эти вот прямые прям проводиться, они все прям напрягались. Большое начальство получит, пролетит Калмыкия или получит нагоняй. Все так вот, главы региона, они прям садились. Дозвонятся с Калмыкии, не дозвонятся. Да. Это вы уже про мои линии с президентом говорите? Да. Теперь прямую линию. Я звоню, есть такой телефон многоканальный, бесплатный. В интернет зайдите, там есть. 8, 800, что-то там, 200, не помню номер. Я звоню и говорю, так, девочки, там мальчики, девочки, там без разницы, операторы. Я говорю, я написала обращение, там, это, потому что напрямую линию я дозванивалась несколько лет. Я прям дозванивалась в прямую линию, прям в эфир. А то есть вы писали и звонили? Я и писала, и звонила, и напрямую линию звонила. И прям каждый день я прям звонила, как на работу, потому что телефон бесплатный. Записывали, можно там автоматом записывать автоответчик, либо дозваниваешь себе девочек и мальчиков, операторов. Вот, они тебя выслушивают, помогают. Вот кто не может сразу сформулировать, они выслушают твою проблему, они помогут сформулировать вопрос. Там все... Ну, сервис там хорошего. Да, сервис хороший. Дальше дозванивалась, и, как всегда, мы ваш вопрос записали, передадим, и тишина, и тишина. Потом я уже звоню в администрацию, говорю, девочки, так и так. И что меня поразило? Мне сказали, дорогая Лариса Васильевна, прямая линия – это телевизионное шоу. Мы за него ответственности никаких не несём. И все вопросы, которые поднимаются в прямой линии, это сугубо телевизионщиков. Пиар. Ну, они не сказали, что пиар. Просто мы ответственность за это не несём. Я говорю, нашему президенту делать нечего. Три часа пиариться перед народом. Или как? Мы тут душу изливаем, а он три часа пиарится. Оказывается, пиарится. А как вы думали? Да. И они мне говорят, если у вас какие-то есть проблемы, вы пишите нам в администрацию. Я говорю, девушка, я вам пишу уже четыре года, и тишина. Вообще они… А это и в администрацию президента позвонили? Да. Я звоню в администрацию. Я прям как на работу. Я такая-то, такая-то. Моё обращение отправлено таким-то, таким-то числом. результат. Они мне говорят, сейчас набирают на компьютере, говорят, да, Лариса Васильевна, ваше обращение за номером таким-то поступило тогда-то, ушло туда-то, или мы там его продлили, или чего-то. Официальный ответ вы получите в течение такого-то дня. Я вам говорю, это может сделать любой человек, по любому вопросу. Поэтому, ну, тут не надо бояться, надо просто писать. И я понимала, что впереди выборы, и что это мой шанс. Кстати, по поводу парт, когда прозвучало, я писала не один год, потому что мой младший ребёнок собирался в школу, и мы… нас собирали, только сумма была больше, и потом мы в этот год не пошли в школу, мы пошли на следующий год, и история повторялась, и директор школы прекрасно знал, что я пишу, потому что письма приходят, и им запросы отправляются. Такая-то, такая-то учится у вас, да, такая-то, такая-то… Всё, что можно было по линии… Всё, что можно было сделать для Калмыкии бесплатно там или как-то, всё, что положено от государства, они отписывались, и это было. Поэтому все знали. Поэтому я вот… Четыре года я билась, я выбивала, я выбивала… Вот прям бесплатное лечение, бесплатные учебники, бесплатные… Всё, что полагается от государства, я выбивала бесплатно. Я выбивала, я прям получала письма с Министерства Калмыкии здравоохранения, я шла с этим письмом. Я там… То есть, то, что положено, вам выбивать… То, что положено… Какие результаты… Вот и результаты. То есть, то, что положено, вы получили бесплатно. Всё, что положено, да. Не решался мой главный вопрос жилищный. И в 2017 году я опять же писала, звонила на прямую линию, как на работу, каждый день. Звонила, писала в электронке, скидывала по-разному, как могла. И в прямой эфир я не попала, но на встрече с Орловым Алексеем Марадычем Путином Владимировичем положил зеленую папку. И я вообще благодарна Путину за то, что перед встречей он просто прочел их. Просто прочел вопросов к нашему стыду Калмыкии. Из Калмыкии всего было 25 обращений. Это говорит о том, что… Вы были в этой зеленой папке? Да. Это говорит о том, что 25 человек, 25 человек всего лишь обратились, у которых есть проблемы. Потому что в нашей стране, как и при коммунистах, если есть бумажка, есть проблема. Нет бумажки – нет проблемы. Вы говорить можете о чем угодно, в интернете писать можете о чем угодно, о любых проблемах. Но если нет бумажки, если нет официального обращения, значит нет проблемы. А в этой папке, в нашей зеленой было 25 обращений. Я почему знаю, потому что… Вы потом уже общались, да? Да. Я уже потом общалась, и я знаю, какое количество. И… Короче, я благодарна Путину за то, что он подготовился к встрече. Изучил, да? Да. Он достал из всей папки. Может быть, администрация его вытащила, этот вопрос. Может быть, он сам. Ну, я благодарна то, что мой вопрос вытащили. Что… Многие считают, что, например, я везунчик. Многие же думают, о, написала один раз и попала. Такая прям деловая. Вот. А у меня был это единственный шанс. Больше никак. И, опять же, существует сенс. Они не подняли вопрос по квартире. Потому что по этому закону, я думаю, я не одна такая в Российской Федерации. И самое страшное, что по этому закону многие дети остались на улице. Представляешь, какая масса? И это хорошо, что мы не спились, там, не опустились. Правда? Что я такая настырная стала воевать, бороться, да. Это вот сейчас с жилищным вопросом решился? Да. Давайте здесь поподробнее. Вы говорили то, что вот это вот… Благодаря Путина то, что он, как бы, вас обратил внимание на ваши проблемы, вы познакомились, как бы, вы зашли на прием, вы на нашем… Вы высшим должностным лицам, да? Это глава, председатель правительства. И вот из этого момента у вас пошло, я так понимаю, решение всех иных вопросов? Да. Ну, здесь поподробнее пошло. Ну, рассказывать… В принципе, в интервью там все было? Или рассказать? Нет, в интервью я прочитал, когда он интервью, я снижал курьеру, там было то, что пожалею не было. Ничего не было. Значит, так… Алексей Маратович Орлов был на встрече у Путина. Владимир Владимирович положил зеленую папку, и как раз Алексей Маратович отчитывался, что на девятом микрорайоне сдается новая школа. Вот. И он сказал, ну, это хорошо. Школа сдается, это прям хорошо. А что у вас со старыми школами? Почему, говорит? Ну, я помню, Виктор Петрович. Все помню. Я в это время была на работе. Ни сном, ни духом сидим, и тут звонок. Представляешь, 4 года я им писала, никто ничего. А тут звонок. Я поднимаю трубку, и мне говорит, Лариса Васильевна, да, с вами хочет говорить Игорь Александрович Зотов. Я говорю, ну, хорошо. Вот. И Зотов Игорь Александрович, здравствуйте, Лариса Васильевна. Я хочу с вами встретиться. Вы чуть телевизор не смотрите. Ну, откуда? На работе сидим. Вот сейчас Алексей Маратович был на встрече с Путиным, и президент озвучил ваш вопрос в прямой линии. Я говорю, какой вопрос? Нет, он говорит, давайте встретимся. Ну, давайте. Минут через 15, он говорит, он вообще хотел приехать домой. А так как я на работе, он пишу, приехал на работу. Ладно. Я выхожу, и выходит Игорь Александрович, ну, только что прям на грудь не кинулся, ласковый, приветливый, здравствуйте, Лариса Васильевна. Ну, так и так. А ранее вы с ним встречались? Вообще никогда. Никогда. Ну, даже не принимали. Не, никогда. Не под каким видом. А здесь сам приехал. А тут сам приехал. Обнимается. Обнимается. Ну, не обнимается, но такой радостный. Рук у меня жмет, и это. А я говорю, Игорь Александрович, по какому обращению? Он так на меня смотрит, удивляет. А что вы? Я говорю, я 4 года пишу Путина. Много обращений. Да. И мое основное обращение это по поводу жилья. Нет, Лариса Васильевна, по поводу парт. Сейчас приедут журналисты и поднимаем вопрос по поводу парт. Все остальное у вас завтра личная встреча с Алексеем Маратовичем. Все остальное вы решите сами. Вот так вот. Я вас прошу, не поднимайте. Вот. Ну, и приехали журналисты, подняли вопрос по партам. Потому что, ну, как-то, быстрая реакция на горячую линию, на прямую линию с Путиным. Тут же Путин, это через 15 минут все отчитались, тут же сняли Рио Калмыкии сразу же. Ком приехали? На работу все приехали, все они снимали. Но интервью не видел. Я же видел, видел. Сразу вечером было интервью сразу. Новости прошли и сразу там через два часа два другие новости уже вы там были. Причем вот это интервью смотрела не только Россия. У меня есть родственница, живет в Словакии. И она говорит, вот хорошо ты предупредила. Я включаю телевизор, говорит, чуть не упала. И ты. А там есть такая передача, ну, про жизнь президентов там или как события там где-то в мире там или еще что-нибудь. И тут, говорит, твой этот репортаж по поводу парт и все остальное. Я говорю, ну, если Словакия смотрела, значит, я Европа смотрела. Ну, да, похоже на то. Ну, вот так вот. Вот. И это буквально было 15 минут. Алексей Маратович вышел. И это все закрутилось. И телефон нашли, и меня нашли, и все остальное. Потом парты купили. Да, и парты купили. Это мы все остальное. Так, теперь на счет жилья. Насчет жилья вопрос не решался. Не решался, да, не решался. И я опять написала, ну, я уже не стала писать Путину, но я написала Алексею Маратовичу, что так и так я вынуждена обратиться за помощь. После того, как вы уже прогрямили на всю Россию, да, на всю Европу вы говорите, власти, республики стали смотреть на вас по-другому? Конечно. Вот здесь поподробнее скажите, прокомментируйте, как все происходило, кто с вами встречался, как, или что можно? Здесь мы встречались, ну, вот это эфиры, эфиры мы встречались прямо на высшем уровне. Алексей Маратович, я к нему пришла с перепиской, прям с пакетом. На следующий день. Да. Был Алексей Маратович, был Акон Дахашкиев и министр образования Николай Горячий Манцаев. Вот, трое были. Потом, значит, были, потом я уже вышла со встречи, вот, Алексей Маратович пообещал разобраться, помочь, вплоть до, подключим, там, юридически этот вопрос решить. То есть, если это возможно, в смысле, мы это все, это все… Это вы жилье имеете? Да. По поводу жилья. Вот. Потом я вышла к журналистам, причем многие журналисты освещали это, и они все просились интервью снять, и это было и РЕН-ТВ, и Пятый канал, и… Ну, короче, все, много были, и многие снимали, но их интересовал вопрос только парт. Ну, да. А по жилью никого не интересовал, поэтому учтите, на прямую линию выбирают вопросы, которые касаются многих, не тебя лично. Или, ну, или такой патовая ситуация, как девочка, например, раком болела, не могла вылечиться, помнишь, вспомнил? Ну, да, я помню. Вот. А так, вообще-то, выбирают вопросы, ну, ценз все равно там есть, все вопросы они выберут. И с жильем решалась проблема долго. Вот с 2017 года, это, по-моему, лето было же, да же? Это было лето, да. Когда вы получили жилье? Официально я оформила купли-продажу в августе 2018 года. 2018 года. Ну, через год вы выполнены. Да, да, да. Ну, опять же, ну, тут надо благодарить Алексея Маратовича Орлову, потому что он дал указания Зотову Игорю Александровичу, Зотов дал указания мэрии. И... Решите ваш вопрос. Решите жилищный вопрос. Ну, мы не будем говорить, как это, чтобы не решилась, но самое главное, чтобы вопрос ваш решил. Ваше сейчас квартира? Да. У вас, как, по найму собственности? В собственности? У вас в собственности квартира? Да. То, что вы хотели, вы решили? Да, да. Теперь я не бомж, и у меня есть официальная прописка, у меня есть официальное жилье. Но вы все равно продолжаете писать? Ну, я продолжаю писать. Почему? Во-первых, потому что Алексей Маратович, зная мою ситуацию, хотя вот я не знаю, как нынешняя власть, они всячески отгораживаются от народа. Они боятся народ. К Бату Сергеевичу не запишешься на прием. Убирались? Да. Не запишешься на прием. Сайт его вообще молчит, потому что обращения посылались и не раз, и тишина. Хотя, например, Путин не может себе позволить этого. Администрация Путина всегда отвечает, как положено по закону. Наши нет. Можешь писать, можешь толкаться, можешь стучаться, бесполезно. Ну, нету и все. Ни ответа, ни привета. И старая эта власть, она вышла на контакт, а не Алексей Маратович разобрался в этой ситуации. Он хотя бы вник. Но они не потому, что просто оттуда пришли, от Путина. Это понятно. Но, с другой стороны, Путин не приказывал давать жилье мне. Путин сказал, разберись с партами. Поэтому от чиновника очень много зависит. Чиновник может тебя слушать, а может и не слушать. Чиновник может тебя пригласить на встречу, а может и не пригласить. Чиновник может вникнуть. И все вникли. Я знаю, что в мэрии по моему поводу была вот такая папка. Я знаю, что многие все равно залезли в свои архивы, потому что это же все есть. Во всяком ведомстве, во всех этих министерствах, в правительстве точно есть. В мэрии есть, в соцзащите есть. Представьте, за 4 года сколько там переписки. Поэтому у каждого ведомства есть на меня папка. По крайней мере, раньше было. Я знаю точно. Вот. И благодаря тому, что я совершила гражданский подвиг. Больше никак. Потому что многие бы сдались, а я продолжала стучаться. Продолжала... Получается, видишь, получается, что с партами я помогла всем детям Калмыкии. Да, вот это уже отлично. Вот. А своим детям нет. Понимаешь? Потому что я-то просила жилье. Я просила... Жилье же получили. Да. Ну, опять же, они же мне не сразу дали. А получается, я так и аргументировала. Получается, что всем детям Калмыкии я помогла, а своим нет. Ну, и... Теперь, дорогие мои жители Калмыкии, когда вы приходите... Что вы посоветуете, да, вот в завершении? Что вы посоветуете вот на нашим гражданам, да, которые хотят, у которых есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, да, злободневные? Что вы посоветуете, как себя вести, что делаете? Во-первых, когда приходишь к чиновнику, вы должны быть, ну, хотя бы готовы. Вы могли бы хотя бы говорить. Потому что чиновник, он привык, что перед ним быдло. И если быдло, они... Ну, вечно просящие быдло тоже надоедают. У них вот эта вот, получается, рутина, что они вот все время встречаются с жалобами, с слезами, с плаканием, там, это... Все приходят, и никто не может четко, ясно аргументировать, хотя бы так. И старайтесь разговаривать на равных. А на равных вы начнете разговаривать только после того, когда поломаете в себе стереотип. Когда вы понимаете, что он слуга народа. Он слуга народа. Любой чиновник, даже самый высокий, он все равно слуга народа. Вы его избирали. Я, честно говорю, я избирала Путина. Поэтому то же самое, мы избираем президента, мы избираем главу республики, а он назначает всех остальных. Министр. Министр там или его окружение он назначает. Поэтому, избирая любого чиновника, мы имеем право с него спрашивать. И надо понимать, что он слуга народа, и он не небожитель. Потому что у нас такое понятие, что вот они сели в большие кабинеты, и все. Да. Они могут все. Им все можно. Им все можно. Нет, ребята. Они тоже боятся потерять свои места. Они тоже люди. Они тоже понимают. Они уязвимее, чем мы. Они уязвимее, чем мы. Они уязвимее, чем мы. Им есть что терять. Если мы правильно все делаем, правильно пишем, то им больно бывает иногда. Да. И если ты понимаешь в глубине себя, там внутри себя, ты понимаешь, что ты прав. Что справедливость все равно за тобой, что ты все равно прав. И вот пусть они тебя переубедят в этом. Или хотя бы аргументируют. А поэтому если любой чиновник, когда чувствует, что перед ним человек, прежде всего. Вот прям человек, который вот когда с ними и на равных, они уважают. Они те же самые люди. Они уважают. Они поворачиваются к тебе с другой стороны. Они тебя всегда... Вот они выключают этого начальника, а включают обычного человека, который такой же, как и ты, сидит и понимает твои ситуации. И понимает, что он живет в такой же стране. И что тебе нужно помочь. Он идет навстречу. Поэтому учитесь. Прочтите хоть эту конституцию. Учитесь разговаривать. Учитесь требовать свое. Учитесь ссылаясь на документы, на тот же самый закон. Учитесь отстаивать свои права. Потому что прав у нас много. И многие не знают их. Вот прям элементарных. И все считают, что платить в школе за воду, за все остальное. Но мы всегда так делали. Да никогда мы так не делали. В Конституции написано, образование бесплатное. Здравоохранение бесплатное. Мне кажется, до сих пор везде платят. Мне кажется, так. Заявляю вам честно. Я не плачу ни в школе, ни в больнице. Нигде не плачу. Потому что... И всем так надо. Да. Учитесь отстаивать свои права. Учитесь. Когда только научитесь. Когда почувствуете. Вот один раз. Отстоите свои права. Вы почувствуете вот эту вот победу. Уверенность в себе. И дальше она пойдет, как положено. И не надо удивляться там, что вот. Он, ну там, Якупова, ну такая деловая. Да, ей делать же нечего. Она уже такая прям деловая. Везде такая эта. Вы все это можете сами. Если только захотите. Теперь еще. Когда вы сидите дома на кухнях. И ведете беседу о том, что вот такая жизнь плохая. Такая вот эти там ничего. Вы понимаете, что вы гражданин Российской Федерации. И вы своим молчанием. Тем, что вы побоялись сказать. Или тем, что вы побоялись пойти на выборы. Или вам потому что лень стала. Или еще чего-то. Многие считают, что я могу решить. За меня все решили. За меня все это. И только с нашего молчаливого согласия. Садятся люди в Государственную Думу. Которые, извините меня. Ну, госорганы. Живут. Да, они садятся в госорганы. Только лишь за наш счет. И благодаря нам они сидят. И плюют на нас же. Потому что мы им позволяем это делать. Потому что мы соглашаемся. Мы лениемся. Мы не ходим на новые годы. Мы ленивые. Мы думаем. Что лишили за нас все. Да. Вот. Когда я прозвучала с этим. С этими партами. Ко мне подходили молодые люди. Представляешь. Молодой папа там. Или кто-то. Вот. Вы знаете. Я вот. А вы не будете этим вопросом заниматься до конца? Или это. Я говорю. Интересно. Я говорю. Защищала интересы своего ребенка. Своих детей. У ваших детей есть родители. Которые по конституции опять обязаны защищать интересы и права. Если вы боитесь. Платите. А не боитесь. Отстаивайте свои права. Ну, а больше никак. Поэтому надо на выборы ходить. Я понимаю. Что многие говорят. Что там мой голос решает. Ничего он не решает. Они хотят кого надо выберут. Кого не надо. Вся проблема в том. Что мы им позволяем выбирать того. Кого хотят они. Потому что. Ну, элементарно. Каждый гражданин может стать наблюдателем. Да. Да. Наблюдателем на выборах. С правом голоса. Или без права голоса. Там есть. С членами справа решающих. Нет. Без подписи. Там что-то. Там пройти курсы нужно. Что-то там такое. Короче. С членами справа решающих. Это уже политический партий кандидатов. Это все. Ну, там. Ну, может быть. Может быть. От своего там. От кандидата. От политической партии. Может быть наблюдателем. Да. С другой стороны. Если вы хотите. Многие говорят. Что в Калмыкии выборы нелегитимные. Вот. Кого надо там. Выберут. Ну. Идите. Вставайте. Идите. Идите. Идите на выборы. Пройдите эти курсы. Вот этих наблюдателей. Да. Курсы проходят. Мы сейчас будем проводить курсы. Да. Идите на курсы. Идите. Это же наше право. Мы можем посадить на каждый избирательный участок. Это же не тяжело. По одного. По одного. Одного человека. И. Просто. Если захотеть. Человек может все. И. Ему это. Под силу. И. Не надо думать. Что я такая маленькая. Забитая. Это. Я тоже. Такая же. Калмыцкая женщина. Обычная. Поэтому. Ну. Я. Вот. Мне надоело. Когда. Меня. Вы можете себя назвать. Вот. У нас же. Мы же говорим. Пробуждайтесь. Просыпайтесь. Вы можете себя назвать. Пробудившимся. Пробудившимся. Человек. Я давно пробудилась. Отлично. Я давно пробудилась. Заключительный вопрос. Я часто вас вижу на митингах. Почему уходите на митинг? Я выражаю свою позицию. Я. Своим присутствием. Я могу не выступать. Потому что. Вы не выступали. Я не выступаю. Выступать. Человек. Не каждый может. И. Выступать. Тоже. Но. Своим присутствием. Да. Своим присутствием. Своим. На митингах мы просто общаемся с людьми. Я понимаю. Что. Люди. Меняют. Психологию. Что. Я. Ни одна. Согласная. С тем-то. С этим. И. Со всем остальным. И. Я понимаю. Что. Один человек. Может. Решить. Многое. Решение. Я иду. Я никого не боюсь. Я. Четко. Ясно. Выражаю. Свою позицию. И. Самое главное. Что. Вот. Мои дети. Живя со мной. И. Видя. Всю эту борьбу. Они же. Ну они. Вы пример. Я для них пример. И. У них. В голове. Все равно. Выстраивается. Конечно. Выстраивается. Это. Ну это. Большая победа. Потому что. Все понимают. Что. Жизнь в стране. Надо менять. И. Я всегда говорила. Что. У нас. В стране. Чисто революционная ситуация. Когда. Верхи. Не могут. Править. По старому. У нас. Чисто революционная ситуация. Об этом. Я. Тоже писала. Теперь. Поэтому. Им. Надо. Что-то делать. Но. Вот. Это. Возмущает. То. Что. Почему. Когда. Все. Говорили. Говорили. Путин. Мне. Говорили. Говорили. Что. Демография. И. Опять. Когда. Стране. Демография. Мы. Такой. Яме. Мы. Это. Получается. У нас. Такие. же дети. У тебя же дети. Да. И. Гипотетически. Тем. Детям. Им. Положено. То. 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 А. У нас. Есть. Уже. Дети. Которые. Уже. Родились. И. У нас. Это. Нищенское. Пособие. 230. Рублей. Можно судить. О. Государстве. Что. Нашему. Государству. Наши. Дети. Не нужны. А. Вот. Эти. Вот. Призывы. Рожайте. И. Все. Остальное. Мы вам дадим. То. Это. Чистый популизм. Конечно. Услови должны создать. Да. Люди начнут рожать тогда. Когда. Услови создаются. Да. Когда. И. На протяжении всего этого. Вот. Сколько я бьюсь. Борюсь. И. Отстаивая свои права. Ну. Жизнь меняется. Я. Свою жизнь меняю. Сама. Я. Лучшую сторону. Улишь. Да. У меня. Да. У себя. Тренируете. Что дисциплинируете. В этом. Нет. Чтобы. Нерешенных вопросов. Еще. Много. Которые власти обещали. Но. Опять же. Старая власть ушла. Она. Не успела это сделать. А. Новая не хочет. Вы. Да. Расскажите. Какая власть. Лучше. Хуже. Какая. Более. Там. Более. Идет на контакт. Там. Приветливая. Так сказать. Ну. Какая конструктивная. Там. Власти. Что та. Что это. Не шла на контакт. Не шла. Что та. Что это. Орло. Уже пошел на контакт. Ну. Папа. Когда. Путин. Вызвал свой кабинет. И когда. Вставил. Я. Прекрасно. Понимаю. Что в стране. Российской Федерации. Сорочное руководство. Чисто. Вот. Пока. Кремль. Не даст. Пинка. Калмыкия. Никто. То есть. Новая власть. Новая власть. Сейчас. Еще. Она же не почувствовала. Того пинка. Который. Они же пинок. Не передал. Им не передал. Пинок. Не то что пинок. Получается. Что. Власть. Старая. Для меня. Лично. Была лучше. А власть пришла. Новая. Стала только хуже. Вы сейчас общаетесь с Алексеем Маратовичем? С Алексеем Маратовичем. Да. У меня есть телефон. Я могу ему позвонить. Могу пообщаться. Причем мы общаемся. У вас такие какие отношения? Приятельские или дружеские? Вы мне рассказывали. Еще удивилась. Помните. Да. Ну. Ну. Не знаю. Понравится вам. Не понравится. Но Алексей Маратович для моей семьи это ангел-хранитель. Вот. Хочется кому-то верить. Хочется не верить. Не знаю. Кто-то там против него. Кто-то ничего. Я вам скажу честно. Он для меня ангел-хранитель. Потому что. Из всех чиновников. Всей Российской Федерации. Которым я стучалась. Долбилась. Это. Это. Ведь он мог тоже не повернуться. Он повернулся. И решил вопрос. И решил вопрос. И решил вопрос. После пинка правда. Пусть после пинка. Но все равно он мог бы не решать. Вам какая разница? Главное результат же. Да. И как это случилось. не важно. И. Главное что результат. И. Я так понимаю. Я не знаю. Вырежешь не выберешь. Но расскажу все. Можешь ли вырезать. Короче. Это посмотрим. Алексей Маратов собирался на выбор. Я так думаю. А на выборы в прошлом году. Ну да. И. Ему. Нужно было опять же меняться. Ну как вот. Все же меняются. Ему тоже нужно было меняться. И он. Я же безработная. Такая же. Вот он. Вызывал меня. Часто. Как. Я писала. Часто. Тоже проблем много. Вот. Он вызывал. Общался. А потом. Говорит. Лариса Васильевна. Я долго думал. Что вам предложить. То есть. Вызывал с вами. Общался. Да. По приятельски. Да. Он вызывал. Иногда я писала. Ну. Неделя. Неделя. Не больше. Там. Может быть он в отъезде. Там. Короче. Он вызвал. И сказал. Лариса Васильевна. Я долго думал. И. Понимаю. Что. Человек. С вашим. С вашим. Ну. Вы. Помогли. Всем. И. Помогли. Всем. И. И. Это. Наглядный. Пример. Ну да. Без этого мы у вас и берем интервью. Да. Поэтому. Я хочу предложить вам должность. Приемные. 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 При главе. Республики Калмыкия. Вот. Я сперва. Хотел. Говорит. Общественную палату. Но общественная палата. Это работа общественная. А вам. Все равно. За нее же не платят. У меня. У нас. Говорит. От этой должности не было. Но мы решили ее восстановить. Вот. Я вам предлагаю занять должность. Вот. И. Ну и все. И. Я пошла собирать документы. Я конечно была. Ну. Представьте. В каком состоянии. Я пошла собирать документы. Я собрала документы. Я. Как. Ну не знаю. Пока. В общем. Все это длилось. Короче. Получается так. В среду я сдала документы. Отдел кадров мне сказал. В понедельник на работу. А. То есть. Вы должны были уже понедельник выйти на работу. И. Тут. В понедельник на работу. И. Тут. В четверг. Отставка. Орлова. Да. Ну. Представь. А. Я звоню девочкам опять. В отдел кадров. Мне говорят. Нет. У нас все нормально. Идем как положено. В понедельник. Мы вас ждем. А. Я сдала документы. Ты представляешь. Что такое новую службу устроить. Угу. Там же вообще. А. Отдел коррупции. И все остальное. Ну. Представляешь сколько. Ладно. Да. Медицинская самая легкая. По-моему. Ладно. Прихожу. Я звоню. Алексей Маратович. Говорю. Алексей Маратович. Так и так. Он говорит. Говорит. Василий. Я в этом. В Москве. Да. Завтра я буду в Элисте. Завтра представление Устинову. Хасикова. И. Я вообще была в шоке. Конечно. Когда узнала. Что Хасиков идет на место. Это. Ну. Он говорит. Ну. Я так поняла. По разговору. Что. Типа. С вами то. Все будет нормально. Потому. Что. Я то из народа. Я. Не блатная. Я никто. Не это самое. Причем. Ту работу. Которую мне предлагали. Я ее знаю. Потому. Что. Я вот это все прошла. Законного обращения. Другой человек все равно не поймет. Не это. И. И. Ну. Я в понедельник. Смотрю телевизор. Ну. Там. Устинов представил. Там. То. Все. Тем более. От Хасикова очень многие ждали. Очень многие ждали. Очень многие ждали. Что. Вот. Ну. Молодой. Такой придет. Так. Все поменяется. Ну. Не знаю. Я этих иллюзий не питала. Не потому что. Мой это личный интерес. Потому. Как. Трезвый. Здравомыслящий. Человек. Ну. Короче. Я прихожу в понедельник. К. Девяти часам. Передо мной как раз. Хасиков подъезжает. Вот. И. Мне говорит. Лариса Васильевна. Согласований нет. Приказа нет. Мы даже не знаем. Что с вами делать. Ну. Подождите. Может быть. К Бату Сергеевичу попадете. Или это. Ну. Так. Представляешь. Я сижу в приемной. Возле. Причем все знают. Кто у нас лучше всех знает. Охрана. Охранники. Они все знали. Что я тут хожу. Документы собираю. Они меня сразу на пороге. Говорят. Ну что. Говорят. Ключать кабинет на первом этаже. Я говорю. Я не знаю. Куда. Чего. Вообще не знаю. Вот. Ну и все. Выходит. Глава администрации. Не администрации. А кто там. Приемный. Да. Я не помню. Как должность создавалась. Вот. И она говорит. Так и так. Лариса Васильевна. Приказа нет. Этого нет. А сейчас. Говорят. Такая. Не прорвешься к нему. Все кто мог. Все поднялись. С папочками. Со всеми делами. В итоге. Мне сказали. Идите домой. Идите домой. Мы вам позвоним. И все. И тишина. До сих пор. Да. И я тогда стала. Ну. Писать. Звонить. Да. Как обычно. Короче. В феврале я отправила обращение. И только в апреле меня вызывает Чингисбериков. К себе по поводу обращения. И говорит. Так и так. Лариса Васильевна. А я же писала. Так и так. Насчет работы. А он говорит. Не знаю. Лариса Васильевна. Папку с документами потеряли. Представляешь. Вот чиновник высокого ранга. В администрации главы. В администрации главы. И как вот так вот в администрации главы может пропасть папка. Вот с документами. Вот сам подумай. Вот как. И в итоге. И в итоге. Мне говорят. Ну. Вежливо. Ласково. Вас не хотят там видеть. Нет. Они не сказали. Что не хотят видеть. Да. Ну. Соберите. Еще раз документы. Там. Типа такого. Ну. Я говорю. Что. И коррупцию сдавать. Не. Ну. Так. Вот. Чингисбериков. Ну. У меня же еще были вопросы там свои. Он говорит. У меня нет такого обращения. Я говорю. Хорошо. Вам надо обращать написать. Я говорю. Ну. Хорошо. Это не проблема для меня. Вот. Короче. Когда заходила к старой власти. Было понятно. Что вот это глава. Что его уважают. Что боятся. Одно слово было. Орлов. Она много решала кстати. А новая власть. Пришли молодые. Ну. Борзые. Может быть. Они. Прямо в прострации. Не знают. Что делать. Тем более. Между ними. Такая еще борьба. За эти стулья была. За это самое. Я была как раз. Они. Вот. Честно говоря. Не знали. Что делать. Не знали. Как. Ну. Это тоже самое. Что меня. Вот. Посади в голову. Я ж тоже буду. Чего делать. Непонятно. А. Я так поняла. Что. Когда. Мы. Ходим. К чиновникам. И. Все время. Просим. Им. Не нравится. Стало быть. Они. Приходят. К чиновникам. Москву. Опять же. Все. Все. Это просит. И. Москвичам. Тоже. Это не нравится. Это. Поэтому. Короче. Мне показалось. что они. Дилетанты. Не. Понимающие. Что. Хотят. Делать. Что. От него. Народ. Хочет. И. Ну. Причем. Вот. В такой. Прострации. Были все. А. Это было уже. После. Это было уже. В апреле. Да. Да. А. Причем. Все изменилось. Даже. Визуально. Раньше. К Орлову. Можно было прийти. Свободно. Никаких проблем. На вахте. Оставляешь документы. И. Молча. И. 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 Капиталоискатели. Потом. Вызывают. Отдел. Который. Тебя вызывал. Или. Которому. Ты. Например. Хочешь. Обращение отправить. Там. Или записаться на прием. Спускается девочка. Берет себя. Поднимает. Короче. Волокита. И. Такое ощущение. Что. Доступ. 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 Жизнь нам изменять. А на самом деле. Получается наоборот. Они сразу поделили. Тут белое. Тут черное. Мы. Такие. Недосягаемые. И. Нас. Ваши проблемы. Не волнует. Потому что. Ребят. Сам Путин. Назначил. Мне тоже кажется. Крышу сорвало. По самое не хочу. И. Поэтому. А что такое народ. Ну. Что такое народ. В связи с этим вопросом. Вы знаете. Вы видите. Мы там с вами познакомились. На митингах. В этом движении. Да. Я не люблю такое слово. Но протестное получается. Да. Протестное движение. Но я. Больше его называю. Вот. Ну. Пробудившиеся. Люди. Которые. Проснулись. Которые. Хотят защищать свои права. И. Стимулом. К этому. Да. Был. Был. Батухасиков. Своими действиями. И. В том числе. На начинении. Домитрия. Вот. Как вы прокомментируете. Все. Вот. Это движение. Можете ли вы сказать. То. Наш. Народ. Калмыкия. Жители. Республики. Пробудились. Ну. Во-первых. Калмыкия. Очень. Умный. Народ. Нас называют. Где-то я там прочитала. Тоже. Что мы. Японцы. Японцы. Во всем мире. Японцы. Для всего мира. Пример. А мы. Как. Калмыкия. Для. России. Потому. Что. Спасибо. Потому. Что. Вот. Генетика. Вот. То. Что. То. Что. У нас. Добивается. Очень. Многого. И. Поэтому. Я. Всегда. Была. Убеждена. Что. Если. Революция. Начнется. В этой стране. Она. Начнется. С. Калмыкия. В этой стране. В этой стране. А. То есть. Вы. Думали. Одеваться. некуда. И. Мы делаем все правильно. Мы. Начинаем. Подниматься. Пусть. Это. Нравится. Пусть. Это. Кому-то. Не нравится. Пусть. Кто-то. Там. Против. Кто-то. За. Мы. Понимаем. Что. Мы. Таком. Бедственном. Положении. У. Нас. Нет. Мы. Можем. Отстоять. свои права. Мы. 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 Некоторые же знают. Ну да. На своем-то примере. Я знаю, что я могу. И. Я выиграла этот судебный процесс. Только лишь, наверное, потому что была команда сверху. Завел Бастрыкин. Путин приказал Бастрыкину. Бастрыкин завел уголовное дело. И. Только лишь поэтому. Не только лишь, но это тоже сыграло. Многие вас. Вот. Я знаю, что многие вас как бы. Недолюбливают. Из-за того, что из-за этого уголовного дела. Вот так. Честно. Я слышал. Вот такие взгляды были. Мнения такие были. Что такая. Вот такая вот. Ну вот такая вот. Паха я сделала. И вот. Директор такой пострадал. А то, что директор в курсе был. В курсе всего. И я предупреждала. По-хорошему знаешь. Ну как обычно чиновники делают. Они вызывают и говорят. Лариса Васильевна. Ну решим мы ваши проблемы. Вот как в Калмыкии чиновники делают. Возмущаюсь-то я одна. Ну нет. Люди многие мотивируют им не возмущение. Не доводятся не тем, что она там что-то. А из-за того, что ну как бы. Может быть она не виновата. Ну директор имея ввиду. И даже откуда финансируется. Вы знаете муниципальный бюджет, да? А теперь еще раз. Ну вот так. Смотри. Ну как бы вот такое было. Любой директор подает заявку. Он должен подавать заявку. Что у него парт. Надо ему например 60, а у него их 30. Или они нам это самое. Да. Это все начинается с низов. Потому что опять же ответственность человека. Если ты садишься на должность. Должность хорошо оплачиваема. Я вам скажу. Хорошо оплачиваема. Если никто не знает сколько директор получает. Я знаю. И очень хорошо получает. Вот. И если он сел на эту должность. Ты должен все равно понимать. Опять же. Мы для него быдло. Которое можно просто доить. Заставить. Потому что мы от него зависим. Правильно. Мы отдаем своих детей. Мы хотим чтобы их ей не прессовали. Не все остальное. Нам проще отдать деньги. Да. Но. Любой директор должен подать. Подать заявку. В отделы образования. Он должен делать правильно свою работу. Да. Он должен делать свое право. Деньги с людей. С родителей. Да. Все начинается с малого. Согласен. И виновный. Виновный опять. Не министр образования. А виновный директор. И это не потому что он застрельщик. Потому что он самый низ. Потому что если бы с самого низа. Он сделал бы свою работу правильно. И качественно. Как это положено. Тогда бы были проблемы не к нему. А была бы проблема в отделе образования. Или в министерство. Но не в министерство. А так как все молчат. И все друг друга покрывают. Вот ты выходишь крайний. Поэтому тебе платят зарплату. Немаленькую. И все в одной упряжке. И так везде. И так везде. И так везде. Все друг от друга зависят. Вот так выстроена власть. Ну что делать. Ну спасибо вам Исна Васильевна. Спасибо. Планировали бы с вами на минут 20-30. Получилось сейчас. Вот так вот. Спасибо вам за то что вы пришли. Еще раз напоминаю дорогие друзья. Это была Яку Половиц Васильевна. Пример того. Что нужно защищать свои права. Знать свои права. Говорить о них. Не молчать. Ну и немного вот. Для меня удивительно. Что это человек. Который добился своего. И при этом. Отзывается очень хорошо. Про Оксима Отсерлах. При тех обстоятельствах. Что очень. Ну многие наверное. Говорят о нем только. Негативно. Спасибо что пришли. Спасибо. Сама.